Вы уже были уважаемым человеком, вы были руководителем ансамбля «Лейся песни», одного из самых популярных в Советском Союзе. Ну, не показывали по телевизору, бороды вы носили, усы не укладывались в восприятие советских вокально-инструментальных ансамблей. Тем не менее, вы приняли решение об эмиграции и после долгих мыторств, после того, как вас долго не выпускали, эмигрировали. Эмиграция стала для вас внутренней трагедией? Это была ломка или гладко все прошло? Ну, до «Лейся песни» был еще Магадан, который тоже в этой жизни кое-что открыл для меня. Потом была «Лейся песня», да. И вот было парадоксально, что, невзирая на все наши успехи, сумасшедшие аншлаги мы собирали, залы ломились, и люди сметали двери и стены. Тем не менее... С факелами шли, да? Да, да. К сцене прямо... Вот я помню, что в Одессе у нас просто на стадионе такое творилось, заслоны милиции ставили. Ну, песни были очень популярные в то время, которые мы спели. Тем не менее... Какие хиты там были? «Прощай от всех вокзалов?» «Прощай – это главное». «Хочешь, я в глаза?» «Взглянул в твои глаза?» «Где же ты была?» «Качается вагон». «Качается вагон». Конечно. Поэтому у нас была такая жизнь интересная. Мы были... Ну, было приятно. Ну, вы были серьезным, уважаемым человеком. И вдруг вы бросаете все, уезжаете. Ну, я испытывал на себе преследования всевозможные. Преграды. Меня останавливали во всем. Я должен был отчитываться перед художественным советом, придумывать какие-то другие названия, подделывать сметы вместе с директорами филармонии для того, чтобы платить людям больше. Вам это претило все? Двойные стандарты. Да, да. Меня это... Понимаете, схема такая была. Ложь и лицемерие, как принцип жизни советского человека. Вот так. Я этой схемой не мог воспользоваться. То есть я пытался, но в конце концов мне остановилось не по себе. И у меня росли маленькие сыновья. И начинался Афганистан. И я не очень хотел... Вам что-то все не нравилось уже активно? Мне не нравилось. Мне не нравилось то, что смотрят, какого цвета носки у меня. Сколько я зарабатываю, куда я хожу, что я ем. В общем... Вы были каким-то несоветским человеком? Скажем так, я не был советским человеком. Вы были антисоветчиком или нет? Антисоветчик – это уже человек, который что-то делает против власти. Я не выступал против этой власти, поскольку я понимал, что это бессмысленно, как, впрочем, и во все остальные времена. Субтитры создавал DimaTorzok